ЗВОНОК В ДВЕРЬ И тут же начинает смотреть на свое материнство сквозь розовые очки. Розовые пеленки и ползунки, зайчики и лошадки, розовые платьюшки и бантики, а вместе с ними кудряшки, куклы и всякие прочие женские штучки. Розовые пеленки и лошадки. Розовые пеленки и лошадки. С каждым маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке Есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он сорвется, трах-бах-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылетает из пеленок и теряется повсюду и находится весьма. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Наверняка именно этого и боятся многие мамы девочек. Каждая из них желает видеть свою дочку принцессой, а не хулиганкой. Но кто знает, какой характер будет у девочки. Закладывается ли это природой или все зависит от воспитания. В любом случае для женщины рождение девочки – это дорогой подарок судьбы. А для мужчины дочь – это счастье. Любить и быть любимым сразу двумя дорогими сердцу женщинами. Ну и конечно, дочка – это еще один подарок и букетик цветов на 8 марта. Ведь несмотря на то, что это международный женский день, но ведь и юных леди поздравляют с ним. Но оказывается, у девочек есть еще и свой отдельный день в календаре, который так и называется – Международный день девочек. Как оказалось, Международный день девочек – праздник совсем молодой. Провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2012 году. Выражаясь языком официальным, это звучит так. 11 октября отмечается Международный день девочек – знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире. Поэтому 11 октября во всех странах и городах мира проходят различные тематические семинары и конференции. Проводятся книжные познавательные выставки, попав на которую, можно узнать о девочках, если не все, то многое. Какой литературы тут только нет. Романы для девочек, сонники, дневники, энциклопедии и еще куча всего того, что поможет познать юных леди. Сильнее всего из этой резолюции ООН в голове засела фраза – «Уникальные проблемы девочек». Конечно, мне, как будущей маме девочке, хотелось бы знать, какие же такие уникальные проблемы нам вскоре придется решать. Что подскажет специализированная литература? Бородавки? А что же в них уникального? Лишний вес? Может быть, это самая уникальная проблема всех женщин, начиная с детства. Поэтому так важно приучать девочку правильно питаться и вкусно готовить. Но ведь всем известно, что все девчонки-сладкоежки, и тягу к сладкому они испытывают, наверное, находясь еще в утробе матери. Кстати, о шоколаде я вспомнила не только из-за книжного заголовка. Знаменитая картина Васнецова «Аленушка» напомнила мне, что в моей сумке лежит одноименная шоколадка. Вот не зря говорят, что эта сладость заставляет работать наш мозг активнее. Тут же пришел вопрос в голову – а не одна ли и та же эта «Аленушка»? Но при детальном сравнении ответ оказался очевиден – нет. И если с «Аленушкой» книжной многие из нас знакомы еще со школьных уроков ИЗО, то вот о девочке с шоколадной обертки известно немного. На обертке знаменитой шоколадки «Аленка» восьмимесячная девочка. Ее зовут Елена Геренас. Это дочь фотографа Александра Геренаса. Могла бы быть и та самая Васнецовская «Аленушка», но в 1964 году в конкурсе, объявленном «Красным октябрем», победила фотография доверчивого, мягкого, милого, нежного личика маленькой девочки в платочке. А вот до этого, в 1962 году, фотография Аленки, девочки с широко распахнутыми глазами, розовыми щечками, украсила обложку первого журнала «Здоровье». Но хотя хочу сказать, открыть вам маленький секрет, на самом деле у маленькой Елены были карие глаза и немного иной овал лица. Но окончательный образ, который появился на обертке шоколада, создал художник Николай Маслов. Он и перерисовал ее. И по сравнению с исходной фотографией девочка стала голубоглазой. Вот в таком виде обертка шоколада и началась до 1965 года. И издается по сей день. Продолжая знакомство с известными девочками, которые оставили свой след в искусстве, проявляю любопытство к картине популярной, но совершенно непонятной по сюжету. Ну, что можно сказать об этой картине? Люди, не сильно вникающие в искусство и живопись, наверное, они сразу поймут сюжет. А между тем на картине изображена бродячая группа акробатов. Почти весь холл передний план занимает двое. Здесь хрупкая гимнастка. Она репетирует цирковой номер, балансирует на шаре. Рядом сидит мощный атлет. Он отдыхает. Художник Пикассо очень близко дружил с циркачами-акробатами. Но среди искусствоведов бытует версия, что на самом деле в группе на шаре выступала вовсе не девочка, а подросток-акробат. А в 1980 году были проведены рентгенографические исследования. Оказалось, что в процессе Пикассо несколько раз полностью переписывал картину. А вот еще одна знаменитая девочка. Героиня портрета Валентина Серова – девочка с персиками. А вот эту известную девочку с персиками наверняка многие видели и помнят, но не все знают, кто эта девочка. Это Вера Мамонтова. Автор портрета девочки Валентин Серов. Он был близким другом ее семьи. Написал он картину в 1887 году, когда Вере было 11 лет. Но мало кто знает, что существует еще один портрет Веры, который называется «Девушка с кленовой веткой». Написан он 9 годами позже Виктором Лоснецовым. Но, несмотря на знаменитость, жизнь Веры сложилась не очень удачно. Вера скороспостижно скончалась от воспаления легких в возрасте 32 лет. Но успела родить троих детей. И ее супруг Александр Дмитриевич жил после ее смерти еще 25 лет, но больше не женился. А в памяти любимой жене, недалеко от их усадьбы, он построил белоснежный храм живоначальной троицы в селе Аверкиево. Да уж, проблемы у девочек и правда уникальны. Надо знать, как и где найти свое женское счастье. Умудриться родиться не только красивой, но еще и счастливой, при этом не иметь бородавок и лишнего веса, чтобы какой-нибудь великий художник написал твой женственный образ. Конечно, учить девочку быть нежной, мягкой и воспитанной должна мама. Именно мама прививает будущей женщине с юных лет хороший вкус к одежде, манерам и увлечениям. А уже со временем дочка сама поймет, как это здорово быть девочкой. Девочкой быть супер. А почему? Потому что они красивые, ухожие, и очень воспитанные, носят браслеты, сережки. И вообще без девочек бы мы, чешки, не выжили. После общения с этой девочкой мне стало понятно окончательно. Женская логика есть. И похоже, что это врожденное, раз уже столь юная леди рассуждает последовательно. Не зря же говорят, что все женщины, а значит и девочки, сделаны из одного теста. Только вот из какого конкретно теста? Да и из теста ли вообще? Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? Из цветочков, из ваночков, из тетрадок, из переглядок сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки. Мне кажется, что сделаны девчонки с блесток и с кожей. Девчонки сделаны из пластиков. Они красивые и добрые. Их надо объесть, и они могут танцевать. И они блестящие и красивые. Девчонки это такой человек с панчиками. Девчонки красивые. Они милые. И они с косичками. Они ходят в туфлях. И класть себе щечки и губы. Девчонки сделаны из красоты. Девочки сделаны из пластина, а мальчики из палки. Девочки любят конфеты и кушаратки. У девочек главное – голова. Почему? Потому что думает. Если не думала, она не знает, что сделала. Даже страшно представить, что могло бы быть, если бы девочка не думала головой. Но еще страшнее представлять, сколько всего находится в этих милых головках. Мысли о бантиках, платьях, куколках, конфетах. Ну и, конечно, о мальчиках. Впрочем, как показывает практика, современные девочки вполне успешно обходятся и без них. Когда дети играют, то они ничем не успешны. Девчонки практически выполняют все обязанности мальчиков. Хотя раньше, я давно работаю в детском саду, и девчонки были стеснительные, скромные. То сейчас они идут как-то на одном уровне просто. И была такая ситуация, когда дети играли в семью, и мальчик подошел, значит, Саша и говорит, «Девчонки, возьмите меня в игру, я буду вашим папой». И девочки такие посмотрели на него и говорят, я сама буду водить машину, я умею водить машину, я буду водителем. Нам папа не нужен. А вот, кажется, еще одна уникальная проблема, которая может поджидать родителей девочки. Современный мир предоставляет женщине большие возможности, но взамен покушается на самое ценное ее достояние – женственность и слабость. И уже с детства превращает хрупкую и нежную девочку в сильную и твердую женщину. Но как же тогда воспитывать дочку, чтобы она выросла женщиной, а не ее подобием в юбке? Запрещать лазить по деревьям? Не разрешать проказничать и гулять в дворе с мальчишками? Психологи уверяют всех мам, воспитать из девочки настоящую женщину легко. Надо просто маме быть достойным примером. Переживать стоит тогда, когда ситуация выходит за границы, скажем, и совершается какое-то правонарушение. Тогда, может быть, и стоит переживать. А если девочка просто бойкая, то в этом страшного ничего нет. Даже если она в последующем не станет леди, у нас не все леди. У нас, скажем, есть женщины, которые выполняют физический труд, которые занимаются такими мужскими делами, как ремесленничество, скажем, женщины-кузнецы. Есть у нас женщины-шпалоукладчицы. И, может быть, они очень редко одевают те самые платья леди. Но при этом они все равно жены, мамы и ничем не отличаются от других женщин. Поэтому вот если ситуация выходит из-под контроля, стоит обращать внимание. Например, если девочка сильно бойкая, в этом ничего страшного нет. Но если она слишком много дерется, это говорит уже о повышенной агрессивности, которая может принести определенные проблемы. И здесь тоже понадобится консультация специалиста, потому что дальше это может привести даже к противоправному поведению, скажем так. Не зря все-таки ООН учредила Международный день девочек. Проблем и вопросов по воспитанию юных леди, конечно, хватает. Но сейчас, когда моя девочка еще со мной, а точнее во мне, так не хочется думать о возможных сложностях. Хочется просто умиляться и видеть в девочках только хорошие. Ведь наверняка у каждого, и даже у мужчин, которые когда-то тоже были мальчишками, есть свои добрые воспоминания о милых и нежных созданиях. Я помню, как в школе мы с пацанами составили список самых некрасивых девчонок школы. А потом оказалось, что они совпали с доской почета. Девочки, а что делать? Я вот помню в детском садике на утреннике, девочки были снежинками, а мальчики зайчиками. Вот и выросли. Трусливые женихи и ледяные женщины. Мне кажется, что каждая девочка немножко фея, потому что в голове у них там происходит магия. Потом эти феи взрослеют, ну и превращаются в женщин. Я не знаю, что сказать про девочек. Сейчас у всех возрастнейших девочек самая любимая разукрашка – это брови. Девочки, берегите брови с молодым. Это мужики все виноваты. Как женщины говорят, что все женщины бестолковые. В школе в младших классах пацаны бьют, красивые девчонок, портфельм по голове бьют, а потом взрослеют и удивляются, почему все женщины такие глупые. Но не могут ни женщины, ни девочки быть глупыми. Это просто завуалированная природой женская хитрость. А это значит, что все девочки, находясь еще в животе у мамы, уже умницы и красавицы. И вовсе не обязательно быть знаменитой и популярной, чтобы привлекать к себе внимание. Достаточно просто быть девочкой с присущей только ей женской логикой, шармом, обаянием, ну и, конечно, чувством юмора. Что Акром говорит? Что он меня любит. Он тебя любит? Да. Что он делает? Он меня целует. Куда целует? Чуть и щелчки. Он меня любит. Ты ему скажи, если он тебя еще раз поцелует, я ему уши отторву. Он меня любит. Не любит он тебя? Ну любит, любит. Он меня любит, не тянет, не тянет, не тянет. Отпусти, отпусти. Он меня любит, да? Ну хоп, отпусти, ладно. Откуда ты знаешь, что он тебя любит? Поэтому меня любит. Он тебе сказал? Да. Как он тебе сказал? По-русскому. По-русскому? Ну-ка, покажи, как он сказал тебе. По-русскому. Ну как он сказал тебе? По-русскому. По-русскому сказал. Да, а ты меня типа не понимаешь. Я тебя типа не понимаю? Нет. Но я ему все равно завтра ушки отору. Не надо. Он чуть-чуть поплачет и все, перестанет. Да. Ладно, да? Да. А есть ушки. Отрезать ушки? Да. С ножницами. С ножницами, да? И вот, сразу ешь. У меня не будет никакого жениха. А почему не будет жениха? Потому что у тебя будет, а у меня совсем не будет. А может, будет у тебя жених? У меня же есть атика жених. Может, у тебя тоже будет жених? Нет. Тебе зачем жених? Я хочу. А что с ними делать, женихами? Жениха, да? Жениха? Я не знаю. Может, тогда он тебе не очень-то и нужен жених? Да, он не нужен. Я здесь сказала, что ты хочешь одна пойти? Да. Нет. Надо. Я тебя не пуссу. Я тебя не пуссу. Ты хочешь одна пойти? Да. Не надо, я тебя не пуссу. Почему? Папа тебя пругает. Да? Да. Папа меня расрисает в парке. Тебя разжает? Да. А мне нельзя, да? Нет. Почему? Папа, тебе сказал папа? Сказал? Что? Сказал? 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 Да. А что у тебя на голове? Это у меня, ну, у меня такой бантик, называется езиночка такая. Я не знаю, что... А это не колготки у тебя мамины на голове, случайно? Нет. А что это у тебя? Это такая... Это пусичка. Миро. Я суперра тащила. И вот. А как тебя зовут? Миро. Как тебя зовут? Олесный Миро. А что ты на голову одела, Алиса? Я не свежечку была. Я вот так одела. А ты считаешь, что это красиво? Да. Вы будете жить вместе, да? Почему? Кто так решил? Это я хочу с ними жить. С кем с ними-то? С КИМА! А, только с ним? А где вы будете с ним жить? Ну, в садике и в домике. В домике и в садике. А если холодно в домике будет? А потом мы убежим. Убежить? Да. Куда вы убежите? Треку-треку бежим. И на постике поедем с Кириллом. На постике. А как же мама с папой? Нельзя вам ехать. Только Кириллом он и нам. А мама с папой-то как? Они же по тебе будут скучать. А потом вы как придете? Куда к вам? Ну, к нам на поезде ехать. К вам на поезде прийти, да? А вы на поезде денежки возьмете? Это нам дядя даст? Какой денежки вам даст? Ну, дядя, а что он даст? Дядя Артем? А кто такой дядя Артем? А он так назывался Кирилл, а он астук, и такой, еще один, и две, и две кирилла будет, две, две будут. Вы, знаете, вы жениться с ним собрались, да? Да. Свадьбу будем играть? Да. Свадьбу, да? Да. Ты уж нас не оставляй. Мы же с мамой тебя любим. Ну, я буду вас оставлять, я хочу его оставлять. Хочешь нас оставлять? Тебе уж больно дорог, Кирилл? Очень ты его любишь? Да. Как любишь? Ну, я губками его люблю. Как, как? Губки не люблю, да. Губками? Вы целуетесь, что ли, уже? Да. А не стыдно тебе? Нет, конечно, не стыдно. Вот это какая цифра? Самая первая. Какая? Я не знаю. Адрина, какая это цифра? Ну, а почему надо учиться? Потому что, чтобы ты была умная, а не глупая. Пусть я буду глупая, вот пусть. И что, что все смеялись на тобой? А я спрячусь. Куда ты спрячешься? Я пойдешь в школу, все будут с мяса, чтобы скажут, фу, Адрина глупая, Адрина глупая. Фу? Да. Откуда я не знаю? И твой жених Давид больше к тебе не придет, пойдет другую умную девочку, найдет себе. Умную? Конечно. Тогда я Давида больше не буду любить. Но он тебя тоже, он тебя сейчас любит, потому что ты умная, а если ты будешь глупой, он тебя совсем любить не будет. Я его за это врежу и обижусь. А врежешь-то за что? Потому что не любит. Ну, потому что ты будешь глупой. Если ты не будешь учиться, ты будешь глупой. Мама, ты думаешь, что у тебя в голове? Да, Адрина, я думаю, что у меня в голове. Вот я учусь. Ты не думаешь. Адрина, надо учиться. Мама, зачем? Чтобы ты была умной девочкой, а не глупой. Не надо, что я учусь. Ты говоришь сто раз. Сто раз будешь, чтобы вот сюда тебе зашло в твою голову? Потому что я тебе сто раз показываю, ты сто раз ошибаешься. Ошибаешься, ошибаешь. Чуть позже, ладно? Я не знаю, не знаю, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok